Что такое объект и субъект? Как мы помним, одним из разделов философского знания является гносиология. Давайте вспомним, что это такое. Гносис в переводе с греческого – это знание, а логос – это учение. То есть гносиология – философское учение о познании, о познании человеком мира. И вот важнейшими понятиями гносиологии являются такие понятия, как объект и субъект. Для философии это два очень важных понятия – объект и субъект. Если говорить очень просто о том, что такое объект и субъект, то объект – это познаваемый человеком мир, а субъект – это человек, познающий мир. Или иначе говоря, объект – это познаваемое, а субъект – это тот, кто познает. Таким образом, объект – это мир, субъект – это человек, познающий мир. И вот здесь сразу возникает вопрос. Если человек является частью мира, а человек это часть мира, то почему тогда он называется субъектом? Тогда человек, если он часть мира, то он часть объекта. Почему же он называется специальным термином субъект? Почему он как-то противопоставляется в теории познания объекту, то есть познаваемому миру? И вот на этот вопрос можно ответить так. Единственное существо двойственное в мире это человек. В каком смысле двойственное? Он существо природное и существо сверхприродное. Или иначе говоря, мир является не свободным, а человек является свободным. В каком смысле свободным? Свободным, имеющим свободу воли или свободу выбора. Когда мы говорим про любой объект окружающего нас мира, живой или неживой природы, мы всегда говорим не может. Например, комарик не может кровь не сосать, паучок не может паутину не плести, яблоко не может не падать с яблони на землю, планеты не могут не двигаться вокруг Солнца. Когда речь идет про человека, мы всегда вместо не может говорим «может». Человек может солгать, а может не солгать. Он может украсть, а может не украсть. Он может быть ленивым, может не быть ленивым. Человек может в данном случае все, что угодно. И вот поэтому мир является не свободным, а человек является свободным. И вот эту свободу человека, его свободу воли, свободу выбора отражает такое понятие, как субъект. Человек понимает, кто он такой. Он понимает, что он делает. Он понимает, что он может также не делать это. И вот в этом понимании заключается то, что он находится на развилке, в состоянии свободного выбора, одного из двух путей своего поведения. Вот поэтому он называется субъектом. Кстати говоря, обратим внимание, человек иногда говорят в юриспруденции «субъектен». Что значит «субъектен»? Субъектен – это вот понимает, что он делает и понимает, что мог этого не делать. Когда юристы говорят про кого-то «он не субъектен», это значит, он просто не понимает, что делает. Он, значит, находится в состоянии невменяемости или неадекватности. В этом случае освобождается, допустим, от ответственности, скажем, уголовной, помещается на принудительное психиатрическое лечение. Невменяемый, несубъектный, не понимающий, что он делает. Субъект – тот, кто себя осознает. Тот, кто понимает, кто он такой. Кто понимает, что он делает и что он может этого не делать. То есть находится в состоянии свободного выбора. Итак, термин «субъект» означает в философии то, что человек не просто часть мира, а часть мира, которая как бы выпадает из мира, которая как бы противопоставляется ему. Такая часть мира, которая с одной стороны только отчасти в нем находится, с другой стороны уже нет. То есть одной ногой человек в мире, в природе, другой ногой он вне этого мира, вне природы. А одной ногой в царстве природы, другой ногой в мире свободы, в царстве необходимости или в царстве противоположном ему. И вот поэтому он называется субъектом. Итак, два важных понятия гносеологии – понятие «объект» и «субъект». Объект – мир, субъект – человек. И вот один из важных гносеологических вопросов, одна из важных проблем теории познания – это проблема того, как соотносятся объект и субъект. Познает ли человек реальный мир или только конструирует, создает свои о нем представления. Но это уже тема нашего следующего разговора. Субтитры создавал DimaTorzok